На чем мы, собственно, остановились, когда мы пошли на перерыв? Во-первых, нужно задание поменять, потому что вот это вот, вот это вот на время, но его нахрен, собственно. Можно открыть, пожалуйста, спасибо. Вот, видим, чтобы она не мигала. Это что такое? Это телевизор, да? Сектор расследования, ну, да? Здесь, в принципе, уже... Что там еще? Вот боишься, вот, когда вниз проматываешь, то, что оно пропадет сразу у тебя, когда ты перелистнешь вниз? Не люблю, когда перелистываешь, а одновременно выбираю. Вот, мы можем послушать Point of the Fall. Но мы это уже сделали. По крайней мере, как минимум на Твиче. Миссии. Найти женщину. Бежим. Ой-ой-ой. Фанатские теории. Ну, как сказать? Местами не совсем. Местами, скорее, это даже больше параллели. Почему фанатские теории? Любопытные отсылки. Ну, а так, да, фанатские теории. Что имеешь что-то против фанатских теорий, я не понимаю. Любая фанатская теория, если она имеет под собой какую-то основу, более-менее логическую, она имеет право на жизнь. Пока не произойдет обратного. Так. Сейчас они опять набегут, да? Потому что я из комнатки вышла, понимаешь? Там мы раздолбали эту самую кафетерию. Здесь ничего у нас не было, кроме туалетов, да? Ну, пойдем вот куда-то туда. Сколько сжигек-то, е-мое. Где они, когда они так нужны? В обычных каких-нибудь... Ну, как в обычных? В необычных, наоборот. Слушай, оттуда я приперлась, в принципе. Доброе утро! Так, это летающие, ребята. У меня, кстати, один раз получалось их... Оформить? Ну, ладно. Да как? Ну, ладно. Вот, и жички пригодились. Где-то? Замечательно. Слушай, неужели мне вниз прыгать? Потому что там кафетерий с туалетами. Там, с паэтами. Ух, нихрена себе сейчас убьют. Ну, это бан, ребята. Да что ты делаешь? Офига себе, они еще взорваются прям под носом. Да кто ты? Офига себе, откуда? Он еще телепается, смотри, так же, как я перемещается. Шифтится собака! Ааа, в лицо прямо! За счет! Пипец, блин. Охренели, что ли? Ну я тут, окей. Другой вопрос, как попасть. Здесь где-то была дверь красная, но это, наверное, шорткат, потому что там не было вроде как панельки никакой. Так, кстати, что? А, ну вот как раз шелтер, вот эти вот, двери с поэтами. Там спуск вниз, вот там вот, нижойтенькая. Тут, собственно, подъем. А, ну вот это вырежет. А хотя нет, панелька вроде есть какая-то. Угу. Ну это третий. Раз. Ура. Там кто-то стоит, смотри, что-то делает. Прайс, это случаем, не та больная дурында, которая... Добровольцев для очага искала. Твою мать. Все шоугодно, только не лаги. Да я ж села, ну вот это, вот это. Ну, ну да. Ха-ха, конечно. Сейчас все с самого начала, потому что сохранения-то тут не было. Ой, неудобно тут, конечно. Здесь вообще, конечно, садиться не стоило. Здесь слишком маленькие препятствия. Ну, тут как? Тяжело. Только пришел на локацию, тебе сразу в лицо пуля летит. Обидно? Мы чаще всего помираем как-то по-тупому достаточно. То есть мы выживаем в каких-то таких массивных сражениях, где много народу, но как-нибудь если помираем, то вот максимально по-дебильному. Чаще всего от своих же каких-то странных действий или еще от чего-нибудь. Это прям даже обидно. Ну, ладно. Где там дверь-то это была? Ну, с другой стороны, когда помираем, и они, соответственно, отреспаунивают все эти ребята. Ну, это лут. Вот еще один шелтер. Что-нибудь обновилось? Ну, не надо. Больно-то и хотелось. Туда, мне еще кажется, можно запрыгнуть. Но это не сейчас. Ну, кстати, нет, смотри, они не появляются. Хорошо, что сохраняется прогресс, то есть мне приходится каждый раз заново их валить. Это очень здорово. За это, как говорится, спасибо. Так, ну давайте. Сранцы. О, лагать начинает. Да, камон, прям в лицо. Ну, ты скотина, конечно. А куда мы пойдем, Джесси? А куда мы пойдем? Ай-ай-ай-ай-ай, не люблю висеть бездело, Джесси. Укинь меня куда-нибудь. Не спрашивайте. Отсутствие кофеина сказывается. Что-то я сидела здесь слишком долго. Что-то такое он говорит. Здесь ничего нет. Что-то Даркнесс, по-моему, он сказал. Что-то уничтожить тебя. Даркнесс, по-моему, он говорит, что-то очень весело у них тут. Ну, охренеть. Расшифровка телефонного звонка в экстренную службу Калифорнии. Диспетчер. Вы позвали 9-1-1, шоу случилось. Женский голос. Алло, алло, я здесь. Вы меня слышите? Диспетчер. Да, я вас слушаю. Где вы находитесь? Я в проводах. Я не знаю, как отсюда выбраться. Вы потребляли спиртное сегодня? Я чувствую, как иду, утекаю по проводам в вашем направлении. Пожалуйста, не бросайте трубку. Возможно, я исчезу, если вы бросите трубку. Идете? Куда вы идете? Иду. Ухожу. Пропадаю. Так, ладно, вы можете описать, что вокруг вас находится? Алло, алло, вы еще здесь? Диспетчер попытался перезвонить по номеру, но оказалось, что он больше не обслуживается. Вот это прикольно. О, господи, если в какой-нибудь из следующих игр будет использоваться механика телефонов, вот и проводов, звуковых волн, еще что-нибудь, еще каких-нибудь волн, электрических импульсов или еще каких-нибудь импульсов, я буду очень грубо карать. Так, подожди. Что это? Оно даже открывается. Сейф! Диспетчер попытался перезвонить. А тут типа механика телефона не используется. Не, я имею в виду для перемещений. Ну, немножко по-другому. Скажем, будет использоваться так, как костры в каком-нибудь там Дарксолсе. Я вот в этом плане имею в виду. Или вот как, потому что она по проводам побежала, понимаешь, и вылезла из одного места в другом. Или как мы через щелочки, через свет. Здесь. Тут что-то пока что нет. Мне кажется, эти двери потом будут открываться каким-то образом. Возможно, я ошибаюсь. Так, ну вроде тут больше ничего конкретно в этом зале. Как матрица, что ли? Ну, может быть, но не совсем. Ну, может быть и так тоже. Как вариант. Дополнительная опция. Так, тут ничего. Толевайзер мы посмотрели. Хватит пиликать мне в голову. У, здорово. Окей, ладно, сейчас. У нас что-то было. Демонстрационная комната астрального измерения была изначально создана для тренировки астралнавтов. В этом месте можно привыкнуть к видам и звукам астрального измерения, прежде чем погрузиться в реальный астрал. Мы, конечно, могли сделать это место еще лучше, но поставил нас в жесткие рамки с бюджетом. Ну, директор, наверное, какой-нибудь или директ-совет. Такого тут не существует. Однако после открытия мы решили изменить назначение места. Подобно тому, как в зоопарках надеются, что знакомая среда питания поможет животным, мы рассчитываем наблюдать за проведением в обстановке, напоминающем родное измерение. Правда, пока оно просто ломает все, что мы туда помещаем. Но мы верим, что добьемся успеха. Рим, в конце концов, тоже не строился за один день. Интересно, смотри. Мы будем наблюдать за поведением, но пока что оно ломает все, что мы туда помещаем. То есть ломает людей? То есть прямо в буквальном смысле? Надеюсь, это... Нет. Для этого и астральной сущности было принято новое название. Астральный скачок. Устаревшее название в настоящем отчете будет... Будут цензурированы. Квантум брейк. Астральный скачок. Ни разу он ничего не напоминает. Ну вот, интересно. Мне кажется, эта игра будет очень интересна физикам. Ну что это, ну, попадало? Вот это вот, что за хорень такая? Что это за собачка? Ну, блин, ты похож на какую-то, знаете, бабайку в темноте. У которой из глаза прожектор. Ну, или это фонарик. Но, честно говоря, не очень похоже. Потому что непонятно, откуда он светит, если честно. Не похоже, чтобы это была рука, которая держит фонарик, если честно. Ну, если вот эта вот непонятная вот эта хрень, это действительно рука, то это фонарик, да. Ну, просто вот это вот на руку как-то не очень похоже. А так, как бы, да, очень похоже на фонарик. Плевать, это фонарик. Ну, будем думать для своего успокоения, что это действительно рука. Но он на руку... Просто видите, вот отсюда видно, что это в шаре в каком-то. Свет из шара доносится. Доносится. Ну, да. Может, это просто ракурс, не тот, который мы думали. Потому что это больше похоже на шар, а не на руку. Короче, это сложно пока что, с этой... Слишком темно. Нет, это не похоже на руку. Это прям круг какой-то, сферка. А так, конечно, очень хотелось бы думать, что это фонарик, который кем-то держится. Но это сфера, а не рука. Блик на камере. Ну, хз, может быть. Короче, будем думать, что это фонарик. Чтоб было приятнее, да? Да. The early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. It's a kind of movement. Native species always in the distance. And yet, contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction. But when one of our astral planes returned to the brain cloud, an astral feud had hitchhiked a ride in his head. It broke down, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds... Demon из тени захватил, да, точно. ... Demon из тени захватил, да? Demon из тени захватил, да... I can't believe they keep that thing here. I can't believe it. I can't believe it. You know what this thing reminds me? А помните в Валане, когда водоворот тьмы был? Он примерно так же притягивал объекты, а потом откидывал их. Валяй! Валяй! Вряд ли нам лежали какие-нибудь бумажки, да? На, вторая штучка не хватает. Вторая штучка. Да проверь. А в смысле она провалится в руку? Мне же надо ее запереть. Очевидно, да? А че? Ну, нужно закрыть и как-то метнуться. Подожди. В коридоре? Ну, как-то не очень удобно. Иди сюда, падла. Ну, она не идет сюда. Смотри, я пойду, она сейчас вернется обратно. Да, куда уходит. Да, камон, а че я это не... Да, чтоб тиф сразу остановил. Ну, она усушена. То есть выскочить из коридора, быстренько вот до этой кнопки добежать, что-то получается. Все? Альва. Видать, да? Иди, твою-то, Машу! Сохранение где-нибудь рядом-то, не? Стой, падла! Убью. Давай быстрее, она. Все, не будете лечиться. Лови в голову. Лови в голову. Пора, мне кажется, качать способность ловить вот эти снаряды. Умер уже. У-у! Собака. Собака. Ну, мусора. У-у-у! У-у! 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 У-у-у! У-у! У-у! Звуки, да, офигенные. Очень приятный звук от этого примагничивания предметов к себе. Вещи и силы. Надин, отправь это в сектор исследования для проведения анализа с пометкой моей вещи и силы. Срочно. Доктор Дарлинг, прошлой ночью мне приснился сон. Во мне, во сне мне явилось решение кадровой проблемы, которую передо мной подняли лишь вчера. Проблема носит конфиденциальный характер, и поэтому должна оставаться неразъясненной, но я могу заверить вас в том, что метод, с помощью которого у мною была получена эта полезная информация, был, несомненно, проестественным. Я могу лишь сделать вывод о том, что я обладаю исключительными вещами и способностями, и в данной ипостаси предлагаю свои услуги исследовательским группам бюро. Мои силы следует использовать на всеобщее благо за подписью господина Фрэнсиса Бертрама. Как так-то, Саша? О, дебилы. О, дебилы. О, дебилы. О, дебилы. О, дебилы. С-4 так тормозит жестко. Да, прям чё-то... Так, чё-то мне не открыло-то, нифига. Чё открылось-то хоть? Я прям в шоке, если честно. Так. Подожди, господи, где? Чё мы подобрали? Кластер. Кластеры ИСов уникальны тем, что представляют собой концентрированные проявления резонанса ИСов без необходимости в носителе. Кластеры ИСов — это плотные сферические сгущения резонанса ИСов, которые служат опорными функциями в иерархии сущностей ИСов. Кластеры способны подпитывать носителей ИСов вливаниями резонанса. Это не исцеляет физический ущерб, нанесенный органическому носителю, но скорее омолаживает его, позволяя ему наносить больше телесных повреждений, чем обычно возможно. Тот факт, что ИСы прилагают усилия для того, чтобы сохранить своих зараженных носителей, подчеркивает уровень осознанности и осмотрительности, ранее бывшие лишь предположениями с моей стороны. Сможет ли это существо считаться индивидуальностью или просто продолжением ИСы в целом? Захватить одного из них живьем было бы достаточно интересно. Полный отчет в фаре такого-то. Задание капало. Я просто подобрала бумажку, нажала как бы на вот на сенсорную панель, но че-то как-то мне ничего не дали. Это по умолчанию у нас стоит. Это то, что это и продолжается наше вот это. Хотя нет, подожди. Короче, странная фигня какая-то была. Ладно, предположим. Простите. Это куда? Это туда. Я подобрала квест? Серьезно? Господи, сложно как. Подбираешь, думаешь, что бумажка. А это тоже квест, блин? Нет. Данное исследование расширяет работы Ирвинга Дженниса, Роберта Баррена и других, предлагая сильные причины следственной связи между групповым мышлением и пассивным, либо активным использованием телепатией. Для доказательства этих связей отдел парапсихологии провел ряд вариаций оригинальных экспериментов по соответствию Соломона Эша с использованием телепатического индивида в качестве субъекта. Смотрите подробности в экспериментах таких-то. Обширные качественные и количественные данные, полученные в результате этих экспериментов, были затем использованы для выявления телепатических памех внутри группы. Дальнейшие эмпирические выводы демонстрируют то, что можно принять меры для защиты от телепатического влияния на поведение путем участия в чем-то там. Довольно смело эта работа революционирует десятилетия теории группового мышления и дает новые направления для дальнейших экспериментов над разумом, включая манипулирование чем-то там и чем-то там. Так. Этот отсчет служит ознакомительным руководством по программе Астралнафта, включая требования к кандидатам методика подготовки и процедуры астральных исследований. Астралнафты — это прошедший отбор сотрудники бюро, которые исследуют и документируют астральные измерения, физически контактируя с рентген-лайбоксом. Смотрите, дело УП-18. УП-8. УП-8. В лаборатории гипноза, находящейся в отделе про психологию. Для успешного перехода между измерениями, мы называем такой переход погружением, крайне важна физическое погружение, да? Крайне важна... Черт, странная... Крайне важна физическая и психологическая подготовка. Возле каждого погружения астрал-нафты должны пройти сеанс такой-то в кресле когнитивной записи, чтобы записать все, что с ним произошло в измерении. Собранная таким образом информация подтвердила, что то-то и то-то в рамках астрального измерения у каждого астрал-нафта сильно отличается. В редких случаях погружение приводит к смерти. Чаще всего это происходит при встрече команды с агрессивными астрал-нафтами... Астральными, господи, сущностями. Погружение на озеро Ковдерн. Стальный скачок. Это вот... Че-то новое? Ну, это было, да, вот, когда-то успею. Богика сна... Так, еще что-нибудь. Надо, кстати, сейчас поковыряться. В инвентаре. И не только в нем. Конструкты. О, что это такое? Че это за взбивалка? Кумулятив. Кумуляшка. Так, это подожди. Отдай. Отдай. Да, е-мое. Сектор обслуживания-то далеко. Венчик с курком, да. Тебе не наружу. Режим заряда бить возвышенных. Вот это право. Бить врагов в секторе обслуживания. Бить рядовых. Мне кажется, они в ближайшие... Вот, кстати, одна штучка нужна была всего лишь, но из-за того, что видишь. Ну, можно, конечно, перезайти сюда, и они появятся заново, по идее. В частности, рядовой. Так. Скорость восстановления энергии. Есть что-нибудь поинтереснее? О, вижу. Вижу. Берем. И вот это вот еще. Тридцать два. А, вот это что, не отмечено? Что это такое? Щит? Не. Так, замечательно. Вращалка. Крутилка. У меня сейчас что стоит? Тридцать два. Урон после убийств. Темп огня на обычной пушке не нужен. Темп огня, опять же, шанс возмещения. Вот это надо брать. Это, я думаю, тоже. Урон вражеская броня. Угу. Давай поставим ее, что ли. Точность маленькая слишком. Темп огня здесь не... Вот это интереснее. Ну, здесь не нужен темп огня, на самом деле. Такие две одинаковых, что ли? Двадцать... Двадцать два. Сюда не. Что на себе? Урон и урон. Хотя, подожди, это же вращалка, е-мое. Урон и урон. Может, перезарядочку поставить? Не, давай урон брони прям. И урон, и обычный, и брони. Так, ну, в принципе... В принципе, да. Пойдем. Чувствую босса скоро. Прям, прям, да. Чувствую босса. Чувствую босса. Чувствую босса. Ой. Рыль... Ой, еще и эти рыли. Рыли эти, господи. Взрывательные. Рыли-крыли. А вот и лифт. По классике жанра. Почему-то, когда вот разматывают этих ребят вот в таких вот интерьерах, вспоминается сразу Матрица, когда Нео и Тринити пошли спасать там одно лицо и одну жопу. И вот эти тоже такие колонны, вот этот холл, вестибюль и там вот эта мочиловка. Все рассыпалось, плитка крошилась. Вот почему-то с этим сразу ассоциации идут. Не знаю уж. Ой, здравствуйте. Я открыла стол. Господи, помогите. Позитивно у вас тут. Ничего не скажешь. Ой, что-то ромашил. Так, сперва сохранится, потом... На, если они зависают, потом... Еще и без нас зависают, вообще, безобразие. Вот мы как раз наверху. Мы же уже так шутили. Не важно. Я вижу здесь цифру 2. Alan Wake 2 confirmed. Кивися! Ну, что-то за состояние, когда какая-то тупая хрень, но ты такой... Рыба. Рыба тоже трогается, нет? У меня рыба... А что такое акцент на кысе? Ой. Что это? Цветочек! Чего? О'кей. Может, мы его потом куда-нибудь посадим, а он прорастет? Джека, бабу, выстебили, е-мое. Что? Ну, подковка на удачу, может, это тоже предмет силы, они его изучают, но вот... Типа, если она вверх, то удача будет накапливаться, да? А если вниз будет висеть, то удачи не будет вообще. Или что, или как-то? Нет, давай, пускай удача накапливается, какого хрена? Тут загадка какая-то, возможно, но... Видишь, три стрелки вниз, ну, вот здесь три, здесь две, что это значит? В случае там того, что я могу только перевернуть, и вот это вот. Слоник, да, еще на той стороне. Цветочек, что-то эти самые. Не, не давай. Когда переворочишь, накопленная удача выливается? Ну, да, я об этом и сказала, ну, то есть... Ты можешь ли вы так, ли вы так, и что тебе это дает, не совсем понятно в итоге. Потому что, ну, как бы, ничего не меняется. Ну, пускай будет пока что так. Пускай накопленная удача вот эта вот накапливается дальше. Хорошо, здравствуйте, женщина. Тебе не жарко? Закарайя живет, тогда. И я думаю, что ты нашел его оружие. Просто звали мне, Jesse. Тренч сказал мне, чтобы найти тебя. Он сказал, что ты можешь помочь. И он сказал тебе это через подсчетку. Это понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, это точно загадка. Зайти в соседнюю комнату, поймешь... Ну, очевидно, что здесь какая-то загадка, но... Пока что, мне кажется, он слишком... Слишком мед. Так, вот туда вот еще как-то можно протиснуться в ту комнату? Что там вообще? Вот там вот была дверь, но там пятый уровень, я не пройду. Вот это зеленый, по-твоему, говорит? Пятый уровень, алло. Рядом со слоняшкой. Чего рядом со слоняшкой? Рядом со слоняшкой двери нет. Сгорело вроде. Ничего не верно. Наркоманы. Пойдем. О, господи, что это такое. Ой, аж упросила. Пойдем, хоть цветочек поставим, а там засохнет у нас в карманах. Ой, как лагает просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, просто зашли в зону, где происходят боевые действия, и все. Даже несмотря на то, что мы вышли оттуда. Ой, как тяжело. О, а тут отлагала. Странно очень работает игра. Господи, где мой патч? Горело зеленым. Да, подожди. Сейчас разберем. Может, это из-за клейера? Хотя, подожди, но он же у нас был с нами. Ой, короче, подождите. Дайте убить. У меня лагает. На консоли, блин, лагает. Дожили. Добро пожаловать. Ну, щит, такой. Ау, действительно. Куда-то улетел. Тихо, не надо. 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 вау типа босс что-то как больно А, да камон! Не успеваю, блин, шага ступить, уже пролетает. Отвали, ради бога, господа. Тихо, 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 тихо. Да ёма-надо, откуда-то летит-то всё. Мои. Нужно жизнь кеддайте. Вообще мелкий. Где моё хп, скотина? КОНЕЦ Тихо, тихо. Продолжение следует... Продолжение следует... Иногда вроде кидаешь, а оно тебе в лицо прилетает уже горящий... Ох... Прямо это было на грани на самом деле... Так, пойдем разбираться с клевером... Коллективный разум может сейчас зарешает... Но мне кажется вам показалось, потому что там бы тогда не было пометки, что пятый уровень доступа нужен... Хотя вдруг клевер дает дополнительные четыре, знаешь... Потому что четыре же штучки этих... Ой, что это такое? Что это здесь? Подсветка такая... О, еще один... Еще два клевера... А, они тут были? Ну-ка, смотри, три клевера... Сейчас перевернем подковку... У тебя три уровня есть... Три уровня есть, но там пятый, видишь... Ну-ка, смотри... Да вас глючит, ребят... Наркоманы... Если бы там открывалась от загадки дверь... Не было бы здесь пометки... То, что 0, 5 уровень, понимаешь? Значит, какой смысл в этом? Наркоманы... Мне не показалось, вот нас уже таких трое... Вас трое таких, понимаете? Насколько все плохо, что вас трое таких... Не, мне кажется, это сейчас... Нерешаемо... Ну, то есть... Ну, то бред... Не, мне кажется, это надо потом делать все... Вы смотрели на верхнюю лампочку... Я не знаю, куда вы смотрели... Может, вы смотрели на мужика, который стоит рядом... Ну, тут очевидно, что как бы... Вот, пятый уровень, не войдешь... А че там вообще? Какая-то рулетка, блин... Где и накрывалась... На прошлом стриме... Они слышали то, что песня меняется... Хотя это второй куплет пошел... Я уже начала даже тоже... Чуть ли не поддалась этому веянию... А потом такая... Да камон, ребята, это старый куплет... Да не, песня меняется... Слова-то изменились же... Действительно... Так, ну тут в принципе вроде ничего не было... Такого... Ох... Патч, патч... Где ты, когда ты так нужен? Да... Так... Пойдем искать предмет силы... Правильно идем, кстати, за ним? Аааа, вон он где! А я вон где! Нет, короче... Че тут далеко... Ну ладно... Давайте поможем Севен найти патч... Патч, выходи! Если бы ты так работал, я думаю... Очевидно, не откроется никуда ничего... Когда так сильно вкурили Алана Вейка, что начали видеть то, чего нет... Ну, бывает... Хватит, подписек... Хорошо, что они издалека на самом деле ловят, но по привычке я всё равно подхожу поближе... Так... Давайте сперва это что... Ооооооооооо-оооооооо! Помните в Найт Спрингс? Был эпизод с зеркалом! Видите в лиге? Об즈ахахахаха. Я опять hogging на 6 уровень! Собака. Я ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Исследования телевизора были размещены в разных местах по всему миру в одинаково отделанных помещениях. Гипотеза заключалась в том, что путем одинакового изменения отделки каждого помещения и последующего переключения канала в каждом помещении, кроме одного, одиночный отличающийся телевизор самопроизвольно настроится на входящую частоту в соответствии со своими синхронизированными аналогами. Телевизоры с огнем, помните? Эксперимент оказался неудачным. После не было... Пока не было отмечено, что агенты, ответственные за организацию и мониторинг этих помещений, испытывали тоже эмоциональное расстройство, что и один из участников команды с клинической депрессией, находящийся в восточной части чего-то там. Силхологическое обследование агентов подтвердило корреляцию. Интересно и то, что феномен синхронности действительно имел место, но не так, как мы предсказывали. То есть все телевизоры начали показывать что-то одно, вместо того, чтобы один телевизор начал настраиваться на что-то определенное. Ну и засинхронило людей, да. Еще до кучи. А вот телевизоры вот эти с огнем, они как-то связаны с этим или это что-то отдельное? Короче, походу все в депрессию упали там. Еще тут подумал, Джесси, это же не полное имя, полное Джессика выходит. Да кто же знает. Так, ну тут прям вообще больше ничего нет, да. Не, все люди сошли с ума одинаково. Прям именно сошли с ума? Или просто так же, как этот чувак упал в депрессию? Ну не, слушай, здесь все. Короче, как будто бы сюда можно прийти. А, опять узлы, кстати. Ну-ка, где они на этот раз? Оно пугает, конечно, когда на весь экран желтая фигня. УЗЛЫ! Знаешь, и ты такой... Не бейте меня! На шут. И оно, господя. Это не вершин. Он что-то рубит уже. Вообще пипец. Не выспались мы сегодня с вами. Это же, где оно? Это мусор. Это... Где оно? Ой, пошло бы оно нафиг, короче. Потому что ты провалила по времени. А! У нас было еще до этого, что ли, еще? Господи, я даже не заметила, когда оно к нам упало. Я даже уже не замечаю, когда нам дают такие штуки. Хотя, казалось бы, на весь экран. В прошлый раз, по-моему, когда высвечивалось, оно... Ну, это давно было там. Я думала, уже все закончилось. Так, ладно. Что там? Оно иногда еще, видишь, что такое быстренько проматывается? Ты такой, не-не-не, что, подожди меня. Очень много надписей, и ты паникуешь. Особенно, если со страшным звуком. У-у-у-у, подожди, что? Надеюсь, пока что, в принципе, то же самое все. КОНЕЦ Продолжение следует... Next, a series of solutions will be applied, each with a different value on the pH scale, from 0 to 14. No response to any value. Next, I will attempt to communicate. Can you understand me? Can you understand my words? Can you understand me? Can you understand me? Just imagine this picture. No response. This concludes session 2. We will need time to prepare further tests. Can you hear me? Can you hear me? Are you fed up? Can you hear me? Can you hear me? Kaneki, shifat. This is a little psycho, pretty crappy and rather harsh. деле но все еще юмор remedy это конечно впрочем Что-то, знаете, сейчас флэшбэки немножечко со спуска в метро в Raymond Barmy. Там тоже что-то все засрано, темно. Что-то резко включат свет, я обделаюсь. Так, тут какая-то страшная кнопочка, там какая-то дверь. Я прям не знаю, в какой раздолье. Она крякает! Крякни еще раз! Если ты слышишь мой голос, иди на мой голос! Я спасу тебя! Где ты? Где ты крякаешь? Там, честно говоря, звук такой вообще непонятно, откуда она крякает. Утя! Утя, иди на мой голос! Утя! Давай еще раз! Ни хрена не вижу сейчас. Она как будто бы очень сложная, если честно. Звук просто как будто то ли сверху, то ли еще что-то такое. Ну вряд ли она тут сидит, да? Вернись. Сейчас попробую, да? Надо осмотреться получше. Может она сейчас переместилась с одной платформы на другую? Мне почему-то казалось, что какая-нибудь фигня будет располагать к этому. То есть она будет перемещаться, там кнопку нажмешь и там телепорт, знаешь. Пойдемте посмотрим. Она все еще здесь. От нее желтые какие-то, кстати, вот эти фиговины отходят. Я до этого обратила внимание, думаю, мало ли наркоманит меня. Смотри, видишь, она прям растворяется как будто бы. Там дверь открыта. Где конкретно я щемила, не смотрела никуда. В камере уточки. А, вы про это? В камере уточки. А, вы про это? Наркоманы, блин. Слушай, ну тут в любом случае нет прохода. Смотри, если вот так вот смотреть. Камера уточки, вот она, видишь? Какой-то проход непонятный, хитрый. Кишка какая-то. И она должна быть связана, смотри, с этой. Ну ты подожди. Да я вижу червяк коридора, я не слепая. Спасибо. Ну что вы в самом деле? Я вижу. Такое... Вот тут... А, вот она. Говорит, чувствую, как будто здесь должен быть проход. Так. Ну, при всем желании, мне кажется, я туда не долечу. Нужно... Нужно учиться летать. Уточки умеют летать, а я не умею. При всем желании. Ну это надо лететь, да, сто процентов. Ну да, пару раз попробуем, на, отвяжись. Может, тогда запрыгнули на одну эту самую... Чё бы... Чё бы нет-то. Запомнит комнату, чтобы... Не забудь потом. Запомни, чтобы не забыть. Совет... Совет просто от Рамиля. Прекрасно... Прекрасно совет от Рамиля. Я постараюсь... Забыть, чтобы... Забыть, чтобы не запомнить. Зап... Помнить, чтобы не забыть. Это входит в мои планы, как бы, по умолчанию. Ну, мне кажется, это без шансов, конечно. Не... Тут только летать. Ну ладно. Так, где это было-то? Сектор исследования. Утка в самом низу. Запомнили. Вы что, с ним постебите, что ли? Ну вы охренеть вообще, конечно, ребята. Что там? Кто мастер? Я мастер. Арман, привет. В общем... Лабораторию. Какие идеи, как это работает? О, я не хочу что-то трогать. Подожди. Так, там лесенка куда-то наверх. Там бумажка. Я вот не знаю, подняться наверх или не подниматься наверх. Где эта бумажка, видишь? Где? Где бумажка? Вон там. Охрененная подсказка. Спасибо, всю жизнь я такое мечтала. Че-то ты меня бесишь, когда ты так делаешь. Ты знаешь об этом? Вот, спросила. Потом, когда я уже сама увидела. Там бумажка. Где? Вон там! Призма из черного камня. Это уникальные структуры, выдающиеся как по своей форме, так и возможностям. В то время как плотность черного камня поглощает пароестественные силы, уникальное что-то там, структура призм сохраняет частоты в диапазоне от сталькита до сталькита с идеальной что-то там гармонизацией. В данном отчете анализируются результаты фокусировки через гармонизированную призму на... Будут рассмотрены и объяснены способы запечатывания нефизических полей на... И придания им свойств гармонизированного резонанса в призме. Пол, значит, файл и таком-то. Это шутка же была. От Рамиля, да! От Йору, вряд ли. Я знаю, что ты не писала, что вон там, Йору, не беси меня. И чё это такое? Ох, твоя мать! И чё? Всё? Ой, твою мать, не люблю такое. Это чё, бумажки по всей этой самой искать? Ой, твою мать. Так, что там тебе? Не, я тебе сейчас голову проломлю. Заткнись, просто. Заберём, пока. Так, вторая. Третья. Сколько их таких? Раз, два. Ну, три, да? А, вот четвёртая. А, вот четыре. Так, сейчас подожди, давай поднимемся, посмотрим, что там. Я иду туда. Вот это, вот, знаете, вот эта женщина, она мне напоминает немножечко чат. Ты идёшь на второй этаж, а ты уже пролинила второй этаж? Охренеть. Это будет болезненно. Чё там мне надо-то было? Мне какая... Подожди, что? Что? Подожди, вот эти две здесь указываются. Ну, то есть квадрат без линии единственное, но они здесь очень тоненькие, поэтому, наверное, не считаются. Номер терминала, смотри. Но здесь он не написан конкретно. Заткнись! Так, ну, допустим, пятый. Только первый, чё, четвёртый? Сложно. Так, подожди. Я не совсем понимаю, что именно от меня хотят. То есть я должна собрать что-то или просто воткнуть нужное в нужное? Ой. Закрой рот в женщину, господь, ты ж всемогущий. Где там четвёртый был? Подожди. Четвёртый. Это третий, где четвёртый? Наверху был? Подожди, а это какой? Пятый, подожди. Пятый, третий, второй. Первый, четвёртый, значит, наверху. Чё-то какую-то херню делаю сейчас. Ну, очевидно. Так, и чё, куда-то нажать надо, и чтоб что-то получилось? Ну, вряд ли. Потому что они зачёркнуты. Я вот не очень понимаю. Причём зачёркнуты какие-то одинаковые. То есть смотри. Вот третий и вот эти первые две, они одинаковые. Но первые вот эти вот зачёркнуты. И как вот это вот понять? Первый, четвёртый не зачёркнуты. Внизу какие там? Сейчас давай соберём. Она мне очень разоружает, эта женщина. Мне что-то к ней бесит, как поддекивающие НПС. Разберём. Тут тоже зачёркнуты первые две, но здесь другие символы. И вот непонятно в итоге. Опять же, вот эти вот не зачёркнуты, а остальные зачёркнуты. Чё хотят? Я тебе сейчас чё-нибудь сломаю. А, слушай, может, надо воткнуть и нажать кнопку? Я же этого не пробовала сделать. Ну, это как-то странно всё равно работает. Смотри внимательно. Мне это не помогает, Рамиль. Стрелочки. Чё стрелочки? Ну, стрелочки я смотрела, но всё равно они меня только путают. Потому что у меня своё восприятие всегда таких загадок. Они меня только путают. Ненавижу такие загадки, потому что эти стрелочки, я думаю, совершенно по-другому в итоге. Не так, как думает загадка. То есть здесь вообще другое. И оно перемещено на последнее. Так, ну подожди. Давай хотя бы начнём с первой. Первая, давай. Предположим, что вот эта... Вот эта вот такая вот непонятная. Она пятая. Где она? Вот эта. Вот эта пятая. Вот эта хз, шо это? Надо четвёртую, наверное, воткнуть. Поменять мы с ним? Наверное, да. Только четвёртую воткнём, чтобы потом не бегать сюда и не париться. Так, четвёртая была вот эта. Как будто бы. Стоп, подожди. Да. Вторая, третья. Так, вот этот ромбик по центру. Это третья получается, да? А это вторая. Да? Скажи мне, да, господи. Хер там плавал. Наоборот? А, ну да. Да, наоборот. Только что сама сказала и вот это вот сделала. То же самое. Я молодец. Ну, бывает нормально. Я паниковать просто начинаю на таких загадках. Слишком много стрелочек. Я начинаю думать как-то по-своему. Говорю, спасибо, да. Вот, всё правильно будет. Ну, почти. Если не считать того, что в последний момент я что-то протупила. Наверное, Настя. Надо поменять. Угу. И ставят, куда стояло. Изначально. Гласно придумано. Я прям вспомнила тот тест на IQ. Да, вот, блин, меня напрягает вот эта вся фигня. Особенно, когда поддакивают неписи всякие стоят. IQ 20. Не иначе. Хорошо. Не, у меня, кстати, я несколько разных тестов проходила на IQ. В одном у меня выпало 135, в другом 125. Вот хер пойми в итоге, тупой ты или не очень. Ты своеобразный. Не дебил, а своеобразный. Вот это мой. Вот это мой стиль. Так. Не знаю, что на самом деле эти тесты на IQ, как по мне. Они не ответ... Это слишком поверхностное для такой вещи, как человеческий мозг. И для вообще такого понятия, как человеческое мышление, восприятие мира. Потому что ты можешь не знать ничего ни о чем. Например. Ну, просто это, конечно, не совсем про IQ, но тем не менее. Но при этом быть человеком, который видит людей насквозь. Понимает, что они говорят. Знает наперед все, что они скажут. И понимает их натуру. Видит насквозь. Знаешь, и дает мудрые советы, причем. При этом. При всем. Но при этом он, например, не знает каких-то там законов физики. Там практически не читает каких-то там классиков важных. Ничего не знает, что солнце стоит там в центре. Что земля вокруг солнца, а не наоборот, как думал Шерлок. Вот это вот. Но его считают по, так скажем, по общепринятым канонам тупым. Потому что он не знает каких-то вещей. А он на самом деле, блин, вообще, чёрт, жизнь матку, понимаешь. Это очень сложный вопрос, вот, человеческий. Ум, разум. Мне кажется. Так вот, легко и просто. Только хотела написать про Шерлока. Вот, видишь. Так легко и просто. Это всё не сделается. Блин, у меня есть... Чёрт, у меня же стоит другое задание. Я что-то бегу к нему, думаю, почему так далеко. Я, например, очень сразу паникаю, когда какое-нибудь задание на время, я сразу... У меня мозг просто... Уп, и всё, и выгружусь. Так, подожди. Маршал, маршал, маршал. Где-то маршал. Поговорить с маршалом? Идти. Что ж ты сразу-то со мной не поговорила? Пока я стояла рядом. Голосает квеста, забей на сюжет. Офигенный совет. Последний раз, когда мы пробовали пойти по сайт-квесту, мы уперлись в то, что мы не можем перепрыгнуть куда-то, дойти куда-то, и вот это вот. О, оружие пропало. Офигенный совет. Я требую спросить ее сейчас, пока я уйду. Я требую чего-то от тебя сначала. Что ты знаешь о Дилан Фейден? Я знал, что это произошло. Живы здесь находятся, и мы нужны эта машина работающая, чтобы спасать эти жизни. Когда это сделано, Дилан Фейден, тогда мы можем поговорить. Она права. Так же, как я не хочу сказать, я единственная, которая может помочь. Антажирует меня. Пассивный шум. Пассивный шум. Давай. Дилан Фейден. Продолжение следует... 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 Макс Пейн, я живу в номере 665 рядом с числом зверя. Блин, еще впади в такие мелочи, вспомни. Но это прикольно. Ну, это просто отсылка, я думаю, что это прям что-то вау. Калану здесь намного больше всякого. Так, нам наверх. Надо до сейва до какого-нибудь дойти. Стопорнуть серийку там. Что-то здесь, по-моему, Мочилова будет сейчас, а не сейв. Шварц-катик, да? А, ну, в принципе, вот. Мне кажется, если мы сейчас пойдем, сейчас реально будет Мочилова. Вот это вот потом убрать надо явно будет. Зарашить до сейва? Хотя мы вроде с тех пор не умирали. Может быть, сейчас ничего и не будет. Конечно! Все, она. Бежим. Надеялась по-быстрому эти штуковины удолбать. Хрен из-за. Побежали. Новый, привет. Нафиг, нафиг таких. Ничего не знаю. Все, до свидания. Пойдемте в главный зал. Попробуем еще с полп поговорить заодно. А там... Может, переоденемся, кстати, сейчас? В рыженький опять. Нужно еще разобраться с этим, блин, который засор сделал с чувачком. Но там что-то как-то непонятно, куда ползти. Там была дырка, помните, в стене. Но, опять же, мы туда не можем забраться. Мне кажется, сейчас вот этот предмет, который мы можем пройти, он научит нас летать. Потому что, мне кажется, пора. У нас уже довольно много мест, куда мы должны как будто бы взлететь. Попробуем. Хочешь расскажу офигительную историю про интернет? Ну, скажи. Я не могу тебе запретить этого сделать, в принципе. Ух, че так. Анализ угрозы со стороны ИСов, часть 2. Исследователи были отправлены для расшифровки рекурсивного пения, повторяемого сущностями ИСов. В интересах безопасности это было сделано с неагрессивными парящими сущностями ИСов, однако не наблюдалось никакого различия между этой повторяющейся фразой и повторяющимися более жестокими сущностями ИСов. Какова цель этой повторяющейся цепочки слов? Именно так ИСы заражают людей. Возникают ли в результате пения физические эффекты? Это послание? Пение? Мы могли записать повторяющиеся пения из первых уст. Послушайте соответствующую аудиозапись. Где? Резонанс-то вот это. Короче, последние недели 3 у меня интернет очень плохо работал. Сегодня вообще еле-еле включался. Звоню в саппорт в 3 ночи. Нормальное же время. Сижу минут 20 на мобильном с ними. Мило беседую. Все зря. И мне такие, может быть у вас роутер старый? Купите Скайрим. После этого я попрощалась с ними, отключила роутер от сети. И такая, я, блин, почетный дружинник, почетный работник, маг-волшебник. Потеряла, потрясла роутер, выпила спирта и на него как-то, ха, починено. Не поняла ничего. Ну ладно. Типа ты отключила, потом включила и все нормально наладилось? Это интересно. Нет, это вот этот. Потрясла. И хай тоже важно, да, наверное. Хедрен. Хедрен is communicating with me. He's trying to warn me of something imminent. I've been using every known method to analyze the data. Exposing myself to it. I'm seeing things and overcome by compulsion. It's not just data, it's protection. It's benign. We are about to be exposed to a different kind of resonance. Hostile, viral, invasive resonance. That's what the Hedren resonance amplifiers are for. Боже, вот знаете, вот голос актера, который озвучивает Алана? Это прям, знаешь, вот из всех мужиков тебе нравится один. И когда ты слышишь его голос, ты так сразу, ааа, мой мужик. И вот здесь такая же фигня у меня срабатывает. Как только я слышу голос этого актера, я сразу, ааа, мой мужик. А вот, ааа. У меня сразу сердечко что-то биться начинает, знаешь. Вот как будто бы мой мужик говорит, оооо, мой. Блин, это любовь, мне кажется. Это было, это уточка. Где звуковое вот это вот с этими ребятами, с их пением? Здесь вроде ничего не обновляется, хотя вот этого, по-моему, раньше не было. Ничего нового, да? Ну хорошо, ладно. Давайте тогда серийку стопорнем для ютубчика. Хороший момент. А в следующей серии двинем искать предметы, потому что я хочу уже научиться летать в конце концов. Выпадение волос, да? Я скромно напомню, что мужик Пи-6 в трейлере был лысым. Ну да ладно, оставлю вас с этим думать дальше самостоятельно. Всем стей.